решений в стартовом протоколе она значится но я думаю что многие из вас уже прекрасно знают все правила бегут все вместе три промежуточных финиша на промежуточном финише можно соответственно заработать 5 3 1 очков первая тройка ну а на заключительном финише 60 40 и 20 так распределяются очки среди финишировавших ну и кто больше наберет очки очков ну а соответственно дальше уже по времени то есть можно по идее набрать на промежуточных финишах очков и но финишировать в конце но оказаться выше многих но нельзя выиграть за счет этого так что все равно будет острая интересная борьба до последних метров девушки правда избавлены в отличие от мужчин вот необходимости проводить полуфиналы но вот здесь собралось уже 23 человека и это близко к предельной загрузке я думаю что уже если еще желающие появятся то придется и девушкам также полуфиналы проводить сейчас возглавила пилотон клауди пикштайн отправилась за промежуточными за промежуточным финишем шестой номер это как раз клауди пикштайн и отмечаем что под двадцатым номером впервые в этом сезоне вышла на масс-старты иренс хаутен она выигрывала чемпионат мира два года назад прошлом году она как раз уступила иване блонден в силовой борьбе скажем она является одним из лидеров голландских марафонских соревнований кстати вот интересно посмотрел репортаж относительно франчески лала бриджиды и фабио франкалини они уже на протяжении ни одного сезона примкнули голландским марафонским командам и как раз во время позавчера во время забегов на три тысячи метров рассказывал что как раз все там тренировались тихо спокойно вот между этими этапами а франческа лала бриджида успела выиграть еще один марафонский забег в голландии так что она неугомонная действительно первый промежутночный финиш был разыгранный по моему китаянка да выигрывает 2 луиза златковска и 3 еще одна китаянка годан ну а вот сейчас как раз блонден и с хаутом мы видим на первых двух позициях и я так понимаю что на первые этапы с хаутом не отобралась потому что голландцы я так понимаю решили что не будут проводить отдельно вот отбор именно в мостарте если ты не отобрался на личных дистанциях то есть в общем тоже своеобразная такая экономия отдельных участников для мостарта они не решили не привозить да здесь вот когда не приехал основной состав сборной нашлось место для эрэнс хаут но я не исключу этот вариант что просто был ряд марафонов на которые может быть были даже выше по да по рейтингу для спортсменки учитывая что они все в голландии все конькобежцы в том числе и марафонцы имеют контракты с профессиональными командами поэтому вполне предположу что эрэнс хаут он была задействована внутри национального чемпионата в марафонах и поэтому не принимала участие в этих дальних азиатских этапах кубка мира тогда как сюда решила приехать а вторая из голландок она пока так скромно достаточно держится активно ведет себя марина зуева она сейчас на четвертой позиции вперед вышла никола здрахалова но это лидерство я думаю что вряд ли стоит серьезно воспринимать лабриджида пейштайн живой такаги такая пятерка сейчас лидеров но это все-таки на на такаги не подумайте что миха такаги такая неугомонная все-таки где-то она решила силой сэкономить скаут он мы по-моему выигрывает в андер вайден на ада упомяки лабриджида была сейчас нам графику дадут мне показалось что а вот сейчас по-моему там фото финиш смотрят в андер вайден впереди но она по-моему выбросила как конек будучи на дальней дорожке лабриджида могла не среагировать юля сколько пока держится но незаметно но для наших девушек это к сожалению мы отмечали с играми не раз что не так часто наши девушки принимают участие впервые вот из трех этапов где этот вид программы был представлен впервые мы увидели нашу соотечественницу в числе прочих но к сожалению какой-то специальной подготовки у нас не ведутся хотя вот с 21 номером даже представительница эстонии саски алусалу да это лучшая представительница эстонии лучшая с точки зрения со всех точек зрения со всех точек зрения но она кстати у нее была же история целая она едва не пострадала очень серьезно во время предыдущих сезонов мастарте там было падение и ты соперниц в общем так и полоснул практически рядом с шеей коньком и после этого как раз обязали всех девушек обязательно в шлемах и желательно все таки в защитных на шее повязках правда многие этим как-то так манкируют по моему сейчас ну вообще это по обязательные требования просто ты сейчас когда ты стал рассказывать стала приглядываться к шее именно саски алусалу либо шея длинная либо защита шеи маленькая да ну вот она немножечко полидировала и уступила вперед пошла года китаянка ну конечно вот для такого короткого масс-старта нужны возможности резких рывков выигрывает этот меманганелло без каких-либо трудностей вслед за ней китаянка и швейцарка да и швейцарка или датчанка елена молнер ригас под 11 номером он даже датчане принимает участие в масс-старте мы все никак я думаю что это участие скокова это тоже в общем ее абсолютно личная инициатива потому что она тренируется сейчас не в сборной она уж на скажем так средства региона приехала на этот этап кубка мира и вот выступила на дистанции 3000 метров на полуторке по моему группе б бежала ну и вот в масс-старте ну кстати та группа про которую ты сейчас говоришь где готовится в том числе и юля скокова и аня юракова и данила семеряков это действительно такая сборная регионов под руководством ветер александр шасивкова и сергея васильева мне кажется очень неплохо сработались ребята и думаю что наверное мне кажется нужно продолжать эту традицию уже с этой командой готовиться и к последующему уже олимпийскому сезону надеюсь у ребят это получится пожелаем успеха в этом ну а я вот просто смотрю как ведет себя юля в пилотоне видно что она просто не понимает что делать она как-то мечется то на внутреннюю дорожку уйдет то на внешнюю как-то все время и в итоге все время в хвосте пилотона и не реагирует на рывки лидеров но и тут уже пошла серьезная разборка да за финишный круг и уже главные действующие лица в ней принимают участие ну и вани блондент и судя по всему выигрывает пока идет лидером за ней нано такаги и голланд к голланд выносит на внешний радиус и помешали друг другу блондент и такаги но к такаги слишком маленькая масса чтобы сбить серьезно блондент с курса так действительно такой и ким бурюм 3 в итоге и удивительно конечно но вот голландки не успевают среагировать на эти финишные рыбки и видимо уже другие нужны для таких коротких еще раз повторюсь масс-стартов нужны другие опции спортсменов тут скорее важен ну нужно конечно какая-то выносливость но больше важен рывок сделать рывок интересного то что говорили допустим итальянцы относительно подготовки внутри голландских марафонских команд потому что именно они более специфические готовят к монстарту но в то же время в марафонах голландских слишком много тактики командной присутствует здесь в условиях участия двух представителей одной страны очень сложно тактически построить какую-то историю командное такое оля команда поэтому здесь конечно вот именно такие взрывные возможности которые есть у ивани блондену такаги и морю мне конечно это чувство себя позиционирование внутри внутри пилотона внутри этой для пилотона это громко и сказано вот эти 23 участницы наши я тут пыталась подсчет сделать надо поинтересоваться у голландцев какое количество выходят в марафонах на лед одновременно но я насчитала на картинке более 50 человек в протоколе в протоколе не дошли руки ну хорошо но в общем то здесь все понятно юлия сколько вы там где-то в места в конце к сожалению заняла но может быть если она будет регулярно стартовать придет к ней понимание осознание хотя вот такого в той же блонден поспорить в рывке финишном я думаю что все равно геоли будет очень очень сложно да вот здесь вот было едва не не столкнулись девушки но опять же блонден проперла как трактор как она это сделала в коломне на чемпионате мира но и повезло нам такаги что сумела она после такого столкновения удержаться на ногах и еще сохранить скорость да вот ким бурюм как раз на финише обошла и голландку и зуева была по-моему да рядышком а нету бриджит да это было ну вот таковы и протокол так таковые итоги этого масс-тарта и блонден как лидер камера только упрочила свою позицию но вот как мы и давайте покажет нам итоговую там табличку кубка мира я думаю что вы увидите поймете все сами тут сложности то нет никаких блонден кимбой